Друзья, всем привет! Всех рад видеть на своем YouTube-канале. В этом видео я хотел бы рассказать вам о пяти категориях людей, которые всегда теряют деньги. И неважно, интернет это инвестиции, инвестиции в реальной жизни, акции, там еще что-то. Без разницы, это подходит вообще для любых инвестиций. Обязательно видео досмотрите до конца, если вы занимаетесь инвестициями, если вы планируете заниматься инвестициями, если вы их изучаете. Уверен, видео для вас будет очень полезным, поэтому досмотрите до конца, чтобы никогда не попадать в эти категории людей. Обязательно поставьте лайк и мы начинаем. Так, первая категория людей это фанаты или еще как их называют в хайп проектах зомби. Это люди, которые слепо верят в проект, они уверены, что компания настоящая, они уверены, что проект настоящий, что в нем настоящие админы, директоры, что там настоящие трейдеры, что там в компании реальная деятельность, они верят всем документам, регистрациям. То есть это люди, которые полностью доверяют проекту, они тащат в этот проект своих знакомых, друзей, родственников. Часто говорят, чтобы они продавали квартиры, машины, они сами туда закладывают свои последние деньги в надежде, что компания реальная и что она работает вечно. Но как мы все с вами знаем, ничего вечного нету и любому проекту, любому активу приходит когда-то конец. И часто фанаты остаются ни с чем. Без денег, без команды и без доверия какого-то теряют репутацию и так далее. Поэтому никогда не нужно слепо верить в какой-то проект, в какую-то легенду. Всегда инвестируйте с холодной головой и следуйте четко своей инвестиционной стратегии. Вторая категория людей, которые теряют деньги, это доверчивые, некомпетентные люди. Это люди, которые еще вообще ничего не знают об инвестициях, они еще никогда не инвестировали, у них нету опыта. И когда им кто-то предлагает, какой-нибудь фанат предлагает инвестировать в какой-то проект, говорит, что компания реальная, эти люди соглашаются, они инвестируют свои последние накопления, они инвестируют в какие-то большие суммы, что-то продают. И, соответственно, у них очень высокий риск, чтобы потерять деньги. Также такие люди часто ведутся на какие-то низкосортные хайпы, финансовые пирамиды, верят всему, что написано, они могут увидеть какой-то баннер ВКонтакте, там, заработай 100% за месяц. Просто перейти, кликнуть на сайт, просто сразу же тут же проинвестировать с карточки и, соответственно, попасть на удочку мошенников. Запомните, не существует какой-то волшебной пилюли, кнопки бабло, и так просто деньги никогда вам не достанутся. Если вы хотите инвестировать, вам нужно изучить, что такое инвестиции, немножко поработать здесь, углубиться, и только тогда уже начать инвестировать, набраться опыта, и только тогда вы начнете инвестировать безопасно и всегда будете в профите. Поэтому будьте компетентными, изучайте инвестиции, и вы никогда не потеряете свои деньги. Третья категория людей – это черепахи. Черепахи – это люди, которые любят наблюдать, которые никогда не заходят первыми. Им всегда нужно, чтобы проект, либо какой-то актив сначала поработал какое-то время, чтобы они убедились, что там все платится, что там актив растет, что там он развивается, что компания реально работает. И только тогда, спустя месяцы и годы, черепахи решаются наконец-то проинвестировать. Но все мы знаем, что чем дольше человек, потенциальный инвестор, тянет с инвестицией, тем больше риска у него либо понести убыток, либо совсем потерять деньги. Так, возьмите любой инвестиционный проект. Всегда самые большие проценты платятся на старте проекта. Возьмите биткоин. Все самые большие проценты заработали люди, которые проинвестировали в самом начале. Возьмите акции. Все самые большие проценты заработали люди, которые инвестировали на старте компании. Поэтому не будьте черепахами, изучайте активы, если вы видите, что актив перспективный, если вы видите потенциал к росту, то не медлите, инвестируйте сразу, ведь инвестиции это дело, которое требует решительности, смелости, и только тогда вы заработаете хорошие проценты, и не останетесь с минусом, и не потеряете свои средства. Поэтому не будьте черепахами. Четвертая категория людей с повышенным риском потерять деньги, это жадины. Жадины постоянно наращивают свой капитал внутри компании, внутри актива. Они никогда не выводят деньги, они постоянно реинвестируют, всю прибыль закидывают обратно в актив. Они хотят сразу же со 100 баксов заработать миллион долларов. Но все мы знаем, что если не выводить деньги из актива, его срок работы кончается, и проект может закрыться, акции могут упасть, там что-то может обесцениться и так далее. Поэтому первым делом, когда вы инвестируете, вы должны всегда выводить тело вклада. То есть ту сумму, которую вы инвестировали, у вас должна быть первая цель вернуть свой вклад. А потом вы уже либо часть реинвестируете, либо выводите всю прибыль полностью себе. Поэтому не жадничайте. Поймите, опять же, волшебной кнопки бабло не существует. Не существует какого-то проекта, который быстро сделает вас долларом миллионером и так далее. У вас должен быть финансовый план, по которому нужно следовать. Если вы будете следовать своему финансовому плану, то вы будете зарабатывать медленнее, но зато стабильно, сохраняя свой капитал и приумножая свои средства. Поэтому не жадничайте, а выводите деньги. Итак, пятая категория людей – это неответственные, невнимательные люди. Это неответственные люди за свои инвестиции, за свои деньги. Часто такие инвесторы теряют пароли от бирж, теряют ключи от кошельков, пропускают какие-то важные новости. Но давайте я вам приведу пример. Например, человек регистрируется на бирже, заводит туда свои средства. В итоге через месяц теряет пароль от биржи, хотя я его консультировал и говорил, обязательно сохрани пароль, запиши его и положи в надежное место, чтобы не потерять. Через месяц человек мне пишет – я потерял пароль. Ну как так, говорю я, я ж тебе говорил. Допустим, человек регистрируется в какой-то проект, я ему говорю – обязательно следи за новостями проекта. Если что-то вдруг пойдет не так, нужно будет вывести свои средства. Через месяц, ну не через месяц, а через какое-то время все мы в проекте хорошо заработали. Я говорю – ребята, все, выходим с прибылью, с профитом. Все вышли, через полгода, через год человек мне пишет. А что с проектом? Ну как что с проектом, дорогой друг? Я же всем писал – выводи свои средства и сказал тебе следить за новостями. Он говорит – ой, я забыл, ой, я забегался. То есть, если вы инвестируете свои деньги, инвестируете свои средства, вы должны нести ответственность. Вы должны внимательно относиться к своим деньгам, беречь их, понимаете? Халатно относиться здесь нельзя. Поэтому, когда вы инвестируете, обязательно будьте внимательными. Следите за активами, в которые вы инвестируете. И вы никогда не потеряете свои деньги. Ну что, друзья, это мои 5 категорий людей, которые постоянно теряют свои деньги. Их я выделил из своего опыта инвестиций. Если у вас есть какие-то дополнения, может, вы знаете еще какую-то категорию людей, которые теряли деньги. А может быть, сами попадались и где-то потеряли. И можете описать ситуацию. Обязательно делитесь, не стесняйтесь. Пишите в комментариях ваше мнение и обсудим. Если видео было полезным, а я уверен, оно было очень полезным. Оно просто не может быть не полезным. Это очень-очень полезное видео. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам, в принципе, интересна тема инвестиций. С вами был Андрей Гид. Увидимся в следующем ролике. Пока!